Добрый день уважаемые садоводы, виноградеры, любители, а также подписчики и гости нашего канала. Сегодня у нас 10 октября 2021 года, мы находимся в Запорожской области, Бердянского района, село Осипенко, Украина. Сегодня я хочу представить вашему вниманию обзор сорта яблони зимнего срока созревания под названием Fuji Kiku 8. Этот сорт японской селекции, этот сорт один из склонов сорта Fuji. Есть такие сорта, как просто Fuji, Fuji Yataka и Fuji Kiku 8. Вот если сравнивать эти сорта, то я пробовал Fuji Yataka, не пробовал, пробовал просто сорт Fuji. Он в окраске проигрывает сорту Fuji, но по вкусовым качествам, на мое мнение, немного превосходит сорт Fuji Kiku 8. Этот сорт яблони является зимним сортом, и он хорошо хранится иммунно-грибковым заболеванием, таким как порша, мучнистая роса. Что еще можно сказать за этот сорт? Он очень красивый, крупноплодный, и у него очень хорошие вкусовые качества. Ну, одним словом, он просто суперовый, он нам очень нравится. Поэтому я добавил еще одно дерево этого сорта. Я вам весной показывал, что я взял еще участок земли 25 соток, там посадил много разных сортов груш, яблони, алычи, сливы, и среди них вот добавил еще одно дерево Fuji Kiku 8, потому что яблоко шикарное. Посмотрите, какой калибр, ну просто загляденье. Вот посмотрите, сейчас сорву пот, продемонстрирую. Вот посмотрите, какая красота. Я бы еще бы и дал бы ему немного повисеть, но дело в том, что посмотрите, у нас где-то 10 день сильный ветер идет, и посмотрите, сколько яблока уже осыпалось, поэтому его надо уже срочно обрывать. Сегодня я буду производить срыв. А так посмотрите, какая красота. Так бы можно было бы ему дать еще немного повисеть. Значит, еще один из плюсов можно отнести. У него нету периодичности плодоношения, он каждый год дает такой обильный урожай, и он хранится хорошо где-то до мая месяца. Если в холодильниках, то может храниться и дольше. Срывать его нужно где-то в середине октября, ну в зависимости от региона, где вы живете. В середине октября или в конце октября. В этом году все запаздывает, поэтому как бы срывать нужно его чуть-чуть позже. Хоть этот сорт считается и поздне-зимний, но его употреблять можно уже со средины или конца октября. Ну в зависимости, я говорю, от года, от региона, где вы проживаете. Если этот сорт положить на дозаривание, вот, к примеру, я его сейчас сорву и положу на дозаривание, то где-то месяца через полтора, где-то в начале декабря, он уже будет, наберет свои вкусовые качества полностью, будет гораздо слаще, чем сейчас, хотя его сейчас можно уже употреблять. Это яблоко довольно сладкое, ароматное, душистое, то есть каждый год дает такой обильный урожай. Ну, оно нас полностью устраивает. Этот сорт еще является супермаркетовским. И он всегда продается дороже, чем все остальные сорта яблони. Поэтому посмотрите, какое загляденье. Если у вас нету еще в вашем саду такого сорта яблони, как Fuji Kiku 8, то обязательно посадите, не пожалеете. Чуть позже еще хочу посадить сорт Fuji. Ну, я же вам рассказывал, оно хоть проигрывает в окрасе, но по вкусовым качествам, но, мое мнение, немного слаще, чем сорт Fuji Kiku 8. То есть сегодня буду производить сбор этого сорта яблони. Покажу вам сейчас сорву плоды и взвесим их, посмотрим, сколько же они весят. Разрежем, разрежем и посмотрим, содегустируем его, какое же оно на вкус. Покажу вам сейчас. Смотрите, я произвел полный сбор сорта Fuji Kiku 8. Вот такая хорошая урожайность с одного дерева. Вот сколько яблок собрали. И как дерево будет становиться старше, будет набирать древесины, урожайность будет еще больше, обильней. Вот такие вот неплохие яблоки, получается, такого калибра. Смотрите, оно, я еще рассказывал, если оно полежит месяц-полтора, где-то так в конце, в начале декабря, скажем так, оно наберет максимально свой вкус, будет еще слаще. Давайте мы попробуем, сейчас его, давайте включим весы, и узнаем, сколько они, сколько же это яблоко потянет по весу. Так, обнуляем. Значит, вот, 288 грамм. Другое положим. 268 грамм. Ну, такие, до 300 грамм. И еще, этот сорт нужно обязательно нормировать, потому что, если не нормировать, а ставить много яблок, то может быть периодичное сплодоношение. Ну, то есть, яблоко будет и крупней, и на следующий год вы получите урожайность. То есть, это важно, нужно делать такую операцию. Сейчас взвесим, к примеру, 3 яблока таких средних. Вот, смотрите, неплохой результат. 3 яблока 790. Где-то 4 яблока будет. 4 яблока, вот, да, больше килограмма. То есть, вполне приличный результат, я считаю. Посмотрите, какая красота. Яблоко нарядное, красивое, хорошо хранится. Оно полежит, еще наберет окрас, наберет вкусовые качества. То есть, яблоко это зимнее. Ну, употреблять его можно с конца октября уже вполне. Сейчас я разрежу яблоко. Так, вот, самое красивое возьмем. Вот, смотрите, какое красное. Сейчас мы его разрежем и узнаем, какое же оно на вкус. Хрустит, хрустящее такое. Смотрите, какая красота. Семечко уже темное, значит, оно уже полностью вызревшее, хотя на дозаривание надо ложить. Ну, можно употреблять уже и сейчас. Кисло-сладкое, но кислоты совсем чуть-чуть. Ну, если оно еще полежит месяц-полтора, то эта кислота уйдет полностью. И оно будет такое сладкое. Ну, такое чуть-чуть, легенькое кислинкое, не навязчивое. То есть, очень вкусный сорт, достойный. Посмотрите, какая красота. То есть, супер. Сорт суперовый. Он нас радует каждый год. Едем такие вкусные плоды с большим удовольствием. Спасибо вам за просмотр. До свидания. До скорых встреч. До свидания. До свидания.